Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Здравствуйте. В России продолжают по-прежнему подводить итоги экономического форума, который прошел у нас в северной столице. Насколько продуктивно поработала делегация Орловской области? У нас была небольшая, но очень качественная делегация. Мы заранее готовились к Петербургскому форуму. Действительно, форум – это некое подведение итогов. С одной стороны, это постановка задач и определение дальнейших предметов развития региона. С другой стороны, это возможность закрепления наших договоренностей, которые накопились за период прошедшей работы после Сочинского форума, который состоялся в феврале, и на котором было подписано много соглашений, которые уже сегодня реализуются в регионе. Но я могу сказать, что пройдя активно эти три дня на форуме, мы подписали большое количество соглашений, и сейчас стоит задача по запуску их реализации. Я хочу обратить внимание, что видел дискуссию в средствах массовой информации о целесообразности, значимости тех или иных соглашений, но могу сказать, что сегодня у региона есть несколько приоритетов. Мы не видим сегодня задачи лишь в простом номинальном подписании соглашений с инвесторами, которые будут рассматривать возможность размещения в Орловской области своих инвестиционных проектов. Потому что инвестиционный проект – это всегда сложенный путь, это путь нормативный, это путь административный, и это путь создания условия для привлечения инвесторов. Поэтому часть соглашений были подписаны с целью создания дополнительной инфраструктуры. Это и банковские сервисы, это и фонд прямых инвестиций, это и структуры, которые на сегодняшний день позволяют нам обмениваться опытом и запускать дополнительные институты поддержки и развития инвестиционных проектов. В целом оцениваю очень позитивно этот результат. И важным моментом явилось, в отличающем от предыдущих форумов, то, что мы подписали большое количество соглашений о намерениях с иностранными инвесторами. Этот форум был связан с визитом руководителя Китая, и на форуме мы подписали целый ряд соглашений с китайскими инвесторами о проработке вопросов привлечения инвестиций иностранных на территорию Орловского региона. О чем идет речь? Речь идет, в первую очередь, о том, что нам удалось донести до иностранных инвесторов. В данном случае мы говорим про китайских инвесторов, плюс мы подписали соглашение с итальянскими представителями, французскими представителями, как действующих предприятий на территории региона, так и новым. И сегодня мы не должны замыкаться в рамках только наших возможностей, но и расширять максимально потенциал региона, тем более, что действительно потенциал региона не только аграрный. У нас с вами богатейший опыт и приборостроения, и современные технологии, которые реализуются на базе научных учреждений, это возможность увеличения или скромрешения задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимирович Путином в национальных целях и задачах, в части увеличения экспорта, создания высокопроизводительных рабочих мест, повышения заработной платы, и для этих целей нам не обойтись без современных технологий, которые могут в том числе быть за счет привлечения иностранных инвесторов. Был подписан еще меморандум с турецкой строительной компанией. Насколько важный проект может быть реализован с турецкой стороны? Мы сегодня видим, что строительный рынок региона стабилен. С одной стороны, нет каких-то опережающих шагов, но 250 тысяч квадратных метров ежегодно традиционно вводятся в регионе, хотя мы понимаем, что потенциал гораздо больше. Потенциал заключается не в том, чтобы только осваивать новые территории, но лично для меня задача сегодня создания комфортной среды, как в городской, как в областном центре, так и в районных центрах, за счет замещения аварийного ветхого жилого фонда, тем более, что мы активно включились, и в этом году уже более 150 миллионов рублей, это около 5 тысяч квадратных метров, состоит задача расселить из ветхого аварийного фонда с нарастающим итогом каждому году до 2024 года. И для того, чтобы мы увидели возможность новых проектов, новых идей, в том числе технологических, потому что я считаю, что переселять из аварийного жилья в предаварийное жилье, но смысла никакого не имеет, через 10 лет уже будут жители переселять опять, поэтому мы должны сейчас ставить задачу по развитию строительного рынка, тем более, что ожидается существенное изменение законодательства, для того, чтобы избежать обманутых дольщиков, для того, чтобы новые технологии применялись при строительстве, поэтому мы подписали соглашение, увидели те проекты, которые сейчас крупнейшая турецкая компания Antyapi собирается реализовать в России, но и считаем, что Орловская область также может быть местом, где мы можем предложить наравне с нашими орловскими производителями, в том числе и для конкуренции, пути развития, ну и, наверное, решение социальных задач, потому что лично я не являюсь сторонником застройки многоэтажным жильем центра города. Я считаю, что мы должны сохранить историческую самобытность Орла, районных центров, и при этом нужно применять новые технологии, современные технологии и давать людям качественное жилье. Еще было подписано соглашение с компанией Almas Antyapi. Что должно стать результатом в этом случае? Мы все с вами знаем и на слуху наименование компании Almas Antyapi. Это компания, работающая в военно-промышленном комплексе, взаимодействующая с корпорацией Ростех, и Росатом, и Роснано. Это компания, которая на сегодняшний день является лидером по многим технологиям. Это они лидеры и в науке, они лидеры и возможности продвижения товаров. Самое главное, сегодня мы видим потребность в кооперации наших производственных предприятий, которые работают на территории региона, с федеральным игроком, с федеральным участником, в целях поддержки наших производителей, реализации ряда проектов корпораций Almas Antyorsa на наших предприятиях, создание условий для продвижения продукции, производимой нашими предприятиями, на федеральном и мировом рынке, И, наверное, что даже более интересно, это выработка совместных кооперационных связей, при которых наши рабочие места, наши работники, наши специалисты будут вовлечены в процесс изготовления продукции для военно-промышленного комплекса. Практически на каждом крупном международном мероприятии, как в Сочи, как и сейчас в Санкт-Петербурге, вы подписываете соглашение о сотрудничестве с регионами России. Что дает это сотрудничество и зачем нужна эта кооперация? Я вообще считаю, что только в объединении между регионами находится залог успеха. Потому что сегодня мы, живя в одной стране, работая в разных регионах, заинтересованы в том, чтобы мы выстраивали внутренние, как говорилось раньше, народохозяйственные кооперационные связи, чтобы мы не создавали условия по прямой конкуренции, ну, к примеру, зачастую звучит фраза, зачем два одинаковых завода на границе двух регионов? Они будут не просто конкурировать друг другу, они не будут давать возможности работать. И нам на сегодняшний день в рамках и концепции пространственного развития, которое на федеральном уровне заявлено, необходимо создать условия, при которых регионы будут развиваться равномерно, планомерно, создавая условия поддержки друг друга. Но и мы очень заинтересованы в обмене опытом, лучшей практики, начиная с государственного управления, хозяйственного управления, вопросов экономического развития, обмен инвестициями, обмен технологиями. Это залог успеха, но и нельзя забывать о важной человеческой составляющей. Мы говорим часто о необходимости развития туризма, необходимости развития культурного обмена. И я думаю, что прошедший юбилей Ивана Сергеевича Тургенева, когда к нам приезжали коллективы с разных регионов, городов, показал, что эта дружба между людьми, между коллективами, между школами, университетами, она дает возможность той самой кооперации, когда возникает взаимообмен информацией и насыщение. И мы подписали на Петербургском экономическом форуме два соглашения с регионами. Это Санкт-Петербург, наш давний партнер, и мы подписали уже в рамках существующего соглашения дорожную карту по реализации его и с Кузбассом. Санкт-Петербург является, безусловно, одним из крупнейших регионов, стратегических партнеров Орловской области. И помимо того, что было сказано уже опыт обмен технологиями, культурный обмен, мы сегодня заинтересованы в организации системного товарооборота. Это и промышленное производство. Мы подписали дорожную карту, в которой указаны четкий взаимообмен информации о поставке продукции наших предприятий. Здесь я говорю и про завод коммунальной техники, завод специальной техники, предприятия радиоэлектронной промышленности, ну и, конечно, наш аграрный сектор, продукты питания, в которых заинтересованы. И тем более возглавляет Санкт-Петербург бывший полномочный представитель Центрального федерального округа Александр Ильич Беглов. Он прекрасно знает возможности Орловской области, и мы с ним обменялись мнением о необходимости усиления кооперации. Я думаю, что это очередной шаг, о котором мы год уже говорим, о необходимости вывода наших орловских производителей на рынки Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов, для того, чтобы мы были представлены, нас знали, знали наши качества, и мы могли создавать экономическую основу для развития наших производителей. А чем нам интересен Кузбасс или мы Кузбассом? С Кузбассом, несмотря на отдаленность, существует достаточно хорошая практика, когда мы обмениваемся именно современными разработками, современными технологиями и опытом, и практикой. Кузбасс, несмотря на отличия, все-таки больше переработка, больше промышленная составляющая, менее сельскохозяйственная, Кузбасс заинтересован сегодня в том, чтобы перенять опыт развития сельского хозяйства. Мы знаем, что это тенденция закономерная, ну, к примеру, с региона Сибири теперь каждый год уже увеличивает по два дня вегетативного периода. И сегодня многие крупные инвесторы рассматривают территорию уже Сибири, и Дальний Восток в том числе, как перспективную для сельского хозяйства. Мы, понятно, что гораздо дальше ушли, гораздо более развитые технологии сельского хозяйства, и уже производители из Кузбасса заинтересованы перенять у нас опыту. Конечно, этот вопрос не простой, не быстрый, но я думаю, что мы этим опытом можем делиться, потому что задача у нас одна, что произвелась в нашей стране. На площадках форума вы провели ряд встреч, в частности, с руководителями и представителями федеральных министерств и ведомств, а также с руководителями крупных компаний, в частности, с главой Мироторга Виктором Линником. Вы встречались, о чем говорили? Мы обсуждали план реализации тех задач, которые стояли между нами, между Орловской областью и компанией Мироторг. Соглашение было подписано в прошлом февральском сочинском форуме. В рамках реализации тех соглашений уже сейчас мы перешли к запуску, я думаю, что в ближайшее время будет запущен в Крамовском районе селекционно-семеноводческий завод, комбикормовый завод, объем инвестиций по каждому объекту более миллиарда рублей. И эти объекты уже реализуются. Когда вот задают вопрос, а есть ли смысл подписывать соглашение? Вот мы подписали, прошло чуть более года, и заводы уже на выходе. Заводы уже запускаются, вводят техническую эксплуатацию. Мы обсуждали планы дальнейшей реализации, ну и немаловажный вопрос, я просто не буду говорить все детали, но мы договорились в реализации ряда социальных проектов, которые для наших жителей, для области, для одного из районов. Ну, кстати, компания уже и спортивные площадки у нас возводит, как в прошлом году в одном из районов открывали. Я действительно как раз с Виктором Вячеславовичем и обсуждал, что тот опыт, когда в Шабыкинском районе компания проинвестировала, открыла спортивную площадку, сейчас выработали механизм практики школьников на предприятиях компании, дает результат. Сейчас дети уже заинтересованы в получении опыта для того, чтобы получить рабочее место. Ну и плюс, та площадка в Шабыкино возле школы, она, как мне говорят, загружена весь световой день. И старый млад использует площадку, ухаживают за ней, обновили компьютерный класс в школе. Это правильная работа. Я абсолютно убежден, что от разговоров о социальном бизнесе нужно переходить к социальному бизнесу, когда бизнес понимает, что все равно работники живут в конкретном месте. Работники должны получать достойную заработную плату. И нужно создавать условия вместе с администрацией района, области по развитию инфраструктуры. Это и благоустройство. Поэтому так забегу вперед. Конечно, мы не подписали еще соглашение по этому поводу, но мы рассматривали просто строительство спортивного комплекса Большого в одном из районов области. Наша делегация во главе с вами также принимала участие в различных совещаниях, пленарных заседаниях. О чем там шла речь? Я, пожалуй, обращу внимание на несколько пленарных заседаний. Часть из них была посвящена экономике и развитию регионов и Российской Федерации в целом. Достаточно откровенный разговор получился. Обсуждались и сложности, и вопросы влияния контрольно-надзорной деятельности, регулирующего воздействия органов государственной власти на бизнес, реакции бизнеса и какие есть пожелания у бизнеса. Ну и на самом деле самые базовые вопросы развития экономики. Какие мы видим сегодня мировые угрозы, какие мы видим сегодня возможности для реализации. И все это обсуждалось в фокусе национальных проектов, федеральных проектов. Я напомню, что Орловская область из 12 федеральных проектов на сегодняшний день участвует в 11. В 12 национальном проекте «Наука», который является федеральным и не относится к региональным властям. Мы также намерены готовить документы для того, чтобы принять участие. Думаю, что в 2019 году мы включимся в него при помощи наших федеральных вузов, которые работают в регионе. В рамках нацпроектов запущено 47 региональных проектов. На 2019 год нам удалось уже добиться выделения Орловской области более 3 миллиардов рублей для реализации национальных проектов. Это и демография, это и здравоохранение, это образование, это и более полумиллиарда рублей в дорожное строительство дополнительных денежных средств в дополнение к тем, которые мы запланировали в рамках текущей деятельности. В целом, в рамках исполнения всех национальных и региональных проектов регион дополнительно получит более 19 миллиардов. рублей, которые будут направлены, в первую очередь, на создание условий повышения качества жизни людей, качества оказания тех услуг, которые сегодня находятся в государственном спектре внимания и ответственности. И, безусловно, понимая, что есть сложности в экономике, есть сложности с бюджетом, я никогда не стеснялся и ставлю один из приоритетных задач, которые для правительства области, это стабилизация бюджетной политики региона. Я напомню, что выходя на форум, выходя на подписание соглашений, в том числе инфраструктурных и финансовых, мы совершенно смело можем говорить, что мы закончили 2018 год впервые с 2011 года с профицитом более 320 миллионов рублей. Это при том, что в области госдолг был более 18 миллиардов рублей. Не привлекая ни одной копейки дополнительных коммерческих кредитов, нам удалось на 12% снизить коммерческий долг, на 500 миллионов рублей сократить расходы по обслуживанию государственного долга, выполнить все социальные обязательства и сейчас накапливать движение дальше. По итогам прошлого года есть три важных показателя. Рост вала в оригинальную продукцию – это основной экономический показатель оборота всех денежных средств, связанных с инвестициями, реализацией продукции разного назначения. Рост составил 105% по сравнению к 2017 году. Это существенный рост, он выше, чем во многих других регионах, но есть еще два показателя. По основным налогам рост к 2017 году составил более 12%. И мы смогли перерастить по налоговым и неналоговым доходом 2 миллиарда 21 миллион рублей в добавлении к тем деньгам, которые были в 2017 году. Плюс важнейший показатель – более 113% роста инвестиций в основной капитал. Это те средства, которые вкладываются в развитие промышленности, которые сегодня как раз являются продолжением тех соглашений, которые мы подписываем на различных форумах. Может быть, некоторые подсоглашения в менее торжественной обстановке в кабинете, либо на других площадках, но все это работает. Я напомню, что и на этом форуме мы подписали ряд финансовых соглашений, которые направлены на реализацию инвестиционной политики в регионе. Андрей Евгеньевич, уже после форума у вас состоялась встреча с Виталием Мутков. Что было в центре внимания? Виталий Евгеньевич, мы обсуждали большой спектр вопросов, гораздо шире, чем было представлено в средствах массовой информации. Но я считаю, что многие вопросы требуют детальной проработки и реализации до их освещения. Виталий Евгеньевич отвечает в том числе за строительный сектор, в Министерство строительства, в правительстве, являясь вице-премьером. И мы обсуждали несколько базовых ключевых вопросов. Первый вопрос – это реализация национального проекта о расстелении ветхого аварийного жилья. Я напомню, что в Орловской области на 2019 год стоит задача расселить 5,2 тысяч квадратных метров ветхого аварийного жилья. Для этих целей подписывается соглашение, будет выделено чуть менее 160 миллионов рублей для расселения жителей. И мной обсуждался вопрос о соразмерности тех показателей цен, которые выставляют регионам, не только Орловской области, но и многим другим. Я напомню, что в рамках федеральных методик стоимость квадратного метра установлена 30 тысяч 465 рублей на первый квартал 2019 года. Сейчас на тысячу рублей повысили и плюс коэффициент расселения стоит 1,2, что по сути говорит о том, что незначительное увеличение квадратных метров может произойти после расселения этого жилищного фонда. Мы все прекрасно понимаем, что расселяемый жилищный фонд аварийный – это старые общежития, старые коммунальные квартиры, это малометражки, и лично для меня, о чем мы уже сегодня говорили, всегда есть выбор и дилемм. Переселить человека из маленькой комнатушки 15 метров в маленькую комнатушку на вторичном рынке жилья 15-метровую, я считаю, это не решение задачи. Мы должны сегодняшний день создать механизм соразмерности, методик, при которых мы сможем давать жителям нормальную однокомнатную квартиру, если у него была маленькая комната в общежитии. Плюс, либо давать соразмерную компенсацию. Но это, безусловно, должно подкрепляться и финансовыми ресурсами. Сегодня за счет только региональных доплат мы не сможем выполнить эту задачу. Потому что стали ли мы обсуждать изменения методики расчета как стоимости квадратного метра, так и нормативы расселения. Второй вопрос схожий. Мы обсуждали по ситуации с коленей на два в городе Орле. Как мы знаем, не так давно возникла аварийная ситуация. У нас жители уже больше месяца вынуждены проживать в аварийном фонде. Мы подали заявку, получили согласование на выделение суммы более 86 миллионов рублей для расселения жителей этого аварийного дома. Потому что когда первоначально эксперты заявили о том, что можно укрепить стенку и вернуть обратно жителей. Я считаю, что так нельзя поступать. Это до следующей аварии, когда следующая стенка также начнет проседать и не дай бог создать ситуацию, когда жители будут находиться под опасностью, под угрозой жизни. Поэтому нам удалось из резервного фонда добиться включения нашего дома, нашего региона в выделение средств. Сейчас уже на выходе решение вопроса о выделении их средств для расселения. Это будет либо компенсация, либо приобретение другого жилья. То есть даже в этом году может вопрос решиться? Абсолютно убежден, что он будет решен в этом году. Там дальше уже запущены будут другие процедуры согласования с самими собственниками порядка выплаты либо порядка замещения иным жильем. И третий вопрос, который мы обсуждали, это вопрос обманутых дольщиков. Мы направили сегодня две заявки на сумму более миллиарда рублей, если будет точнее, миллиард 200 миллионов. для решения нескольких проблемных объектов по нашему региону. Предварительно мы прошли заседание президиума фонда, получили одобрение. Ну и сейчас ждем вынесения решения на заседание правительства Российской Федерации по выделению денежных средств. Это, в первую очередь, это и небольшие наши объекты, это и объекты ИЖК, которые необходимо закончить. Я, как и говорил раньше, для меня этот вопрос подольщиков является принципиальной. Не столь быстро решается, как хотелось бы, но мы видим сегодня, что прогресс есть, который нужно дальше толкать. И закончить эту ситуацию он должен тем, чтобы выдать людям ключи. Андрей Евгеньевич, хотелось бы еще одну тему с вами обсудить. «Орел» находится в преддверии спортивного события, которого не было у нас никогда. Соревнования по волейболу пройдут в центре «Орла». Также обсуждают целесообразность этих соревнований. В центре областной столицы ваши взгляды на эту ситуацию. Зачем нужны эти соревнования? Как они могут повлиять на развитие массового спорта? Я, вы знаете, сторонник реализации разных идей. И вот всегда всем говорю, даже сегодня с утра, когда мы встречались с представителями общественных организаций и в неформальных сообществ, мне говорят, вот хотелось бы сделать так, так, так. Хотелось бы скамеечки поставить, хотелось бы что-то сделать. Я всегда говорю, у вас есть идея? Давайте вместе реализовывать. Давайте не будем бояться, не будем говорить, что это сложно, не получится. Давайте предложение. Как мы будем реализовывать? И еще год назад к нам пришли инициаторы, говорят, давайте сделаем в городе, в центре города, хороший турнир по пляжному волейболу. Я тогда удивился, ну, казалось бы, где «Орел», где пляжный волейбол? Хотя я знаю, что есть увлечение. Ну, это такое наше, наверное, для каждого жителя России любимой игрой является на пляже поиграть в волейбол. Все мы как-то с детства к этому приобщены. Но центральная площадь, наверное, необычное место. Но и видя, и читая кричку, которая пишет, что можно было другое место найти, я думаю, что не нужно бояться своих желаний. Давайте попробуем. Но могу сказать, что помимо обсуждения дискуссии, нужно или не нужно, на сегодня подано заявок от 300 коллективов для участия в этом турнире. Для меня это самый главный показатель, потому что 300 заявок — это минимум 600 человек, которые заявили, что хотят играть в этом чемпионате. Чемпионат проводим на Кубок губернатора. Будут отборочные какие-то туры для детей, для простых жителей непрофессионалов, время между играми, будет возможность поиграть на площади. Мы сделаем и раздевалку, и душевую, и возможности посидеть. Даже более того, мы обсуждая концепцию, приняли еще одно нестандартное решение. Надеюсь, мы его сможем реализовать. То, что времени осталось не так уж и много. Сделать песочницу рядом, не на площади, а ближе к театру, сделать красивую песочницу для того, чтобы и мамы с детьми, либо отцы со своими детьми, приходя поиграть, могли оставить своих детей, поиграть в красивую песочницу рядом с приведением этого турнира. После этого, конечно, мы уберем, но дальше мы уже соберем тогда мнение жителей. И если жители выскажутся за продолжение этой традиции, будем продолжать, если жители скажут «нет» и объяснят почему «нет», то тогда, конечно же, послушаем жителей. Хотя, повторюсь, что если есть люди, желающие поддержать, развивать, ведь это все развитие обычного человеческого общения, дружбы, спорта, это лучше, чем лежать на диване и смотреть телевизор, как мне кажется. Но и более того, я рад, что за последнее время, благодаря благоустройству, благодаря проведению большого количества мероприятий, наш центр города становится местом протяжения, не как дневное, так и вечернее время. И мне, я даже радуюсь иногда, когда мне говорят, вот мы пошли гулять вечером, почему свет включили буквально несколько дней назад, когда была аварийная ситуация, буквально сразу несколько сообщений в одно время пришли. Я уже всем объяснял, что это аварийная ситуация, будут исправления, но радует, что люди тянутся в центр. И какое количество людей у фонтанов у нас? И более того, сейчас мы запускаем уже конкурсные процедуры, идут по детскому парку. У нас в ближайшее время уже закончатся ремонтные работы по эстраде летней в детском парке, и мы приступим к основному этапу ремонта детского парка. Конечно, в этом году определённые неудобства будут, что и детский парк, и городской парк чуть позже тоже будет в ремонт запущен, но следующий год у нас с вами 75-летие Победы, и я думаю, что лучше мы за один год сделаем больший объём работы, чтобы жители могли гулять, отдыхать, потому что в городской парк, сейчас захожу сам, с семьёй, маловато места. Доходишь до фонтана, дальше пока некуда идти, ничего ещё не доделано. И мы нашли средства, тяжело идёт с проектированием, но запустим первый этап, будет второй этап и третий этап, мы сразу всё не сможем сделать. Я думаю, что сделаем. Плюс освещение в сквере Гуртьева. Я думаю, что за достаточно короткий оружиток времени мы приведём и город в порядок. И надеюсь, что городская администрация не забудет следить за объектами, уже благоустроенными. Андрей Евгеньевич, сегодня День России. Орловчане смогли принять участие в ряде мероприятий. Какие мероприятия посетили вы? И было ещё одно такое беспрецедентное для Орловщины событие, когда глава региона проводил приём граждан в центре Орла. Для чего это нужно, прежде всего? Праздник действительно государственный праздник, объединяющий праздник. Хотя я знаю, что не с разной точки зрения по самой дате. Но я, наверное, сторонник и призываю всех сегодня сбросить все предрассудки. Любая история движется всегда вперёд. И наша задача не забывать то, что было до нас, то, что было уже в наше время, но всегда смотреть вперёд и ставить задачу по развитию. Поэтому сегодня я всех поздравляю с праздником великой страны. Страны, которая вобрала в себя огромную территорию. Страны, которая сегодня строится на патриотизме, на нравственности, на духовности, на тех людях, кто действительно свою родину олицетворяет не только с местом рождения, но и с культурой, с языком, с многоконфессиональностью, многонациональностью, с теми людьми, кто живёт вокруг нас. Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас чувствовал свою причастность к своей стране. Потому что, с одной стороны, страна должна делать всё, чтобы обеспечить безопасность, спокойствие, уют, социальные гарантии. Но, с другой стороны, каждый из нас, независимо от своей должности, это элемент жизни, развития нашей страны, чтобы каждый из нас внёс вклад. Всех поздравляю и желаю процветания и развития нашей стране. Ну, а что касается мероприятий, в праздник традиционно мы проводим большое количество мероприятий. Несмотря на традиционно будний день и то, что праздник выпал в среде недели, мы сегодня провели и ежегодную гонку критериум для наших юных велосипедистов. И для них это был действительно праздник и подарок. Я видел, какая радость у детей на лицах. Победили сильнейшие, я рад, что Денис Николаевич Меньшов, наш известный представитель, запускает каждый год. Нам этим летом ещё предстоит большая гонка, большой турнир. «Газпром Вело» будет проводить и концертная программа, и заезды, как для профессионалов, так и для любителей по аналогии с нашим велопробегом. Кроме того, сегодня даже необычно утро началось. Наше сообщество мотоциклистов предложило свою помощь. выехать до начала троицких хороводов, поехать на Львовский луг, посмотреть, всем показать ту подгодительную работу, которая идёт. И как и с любой инициативой, я всегда рад готов поддерживать любую деятельность наших общественных организаций, структур, даже неформальных, которые направлены на развитие и популяризацию области. Но и не могу не пригласить всех 16 июня на троицкие хороводы. Это 20-й юбилейный троицкие хороводы. В этом году мы выбрали иное место – Львовский луг напротив Львовского храма. В 8.30, 16 июня, в воскресенье, начнётся служба в храме. И в 10.30 уже начнутся официальные мероприятия. В этом году мы большую работу сделали, большую парковку с подъездом, чтобы жителям было удобно добираться. Организовали транспортные маршруты. В интернете выложили схему, график движения автобусов, как туристических, так и рейсовых, которые будут доставлять туда людей. Обеспечили медицинскую, санитарную составляющую. Выставили все подворья всех районов. Народные промыслы со всех районов будут представлены. Вокальные инструментальные ансамбли будут в течение всего дня работать. А с 15 часов начнётся для молодёжи музыкальная часть, куда мы пригласили наших местных, и не только местных диджеев будет организован и конкурс красоты, русских красавиц и хороводы. Я думаю, что это будет замечательный праздник. Мы предварительно надеемся о том, что около 20 тысяч человек смогут посетить это мероприятие. Всех приглашаю. Семьями предусмотрели и питание, предусмотрели и возможность укрыться, если будет жарко, в тени деревьев. Я рад, что жители Хаттенецкого района, с кем мы в том году обсуждали эту идею, сегодня поддерживают, активно включены. Вместе мы реализуем этот проект. И всё-таки вернёмся ко Дню России, к приёму граждан. Ну и считаю, что просто в выходной день, отработав все основные задачи и видя какое количество обращений, сейчас сталкиваюсь с тем, что подходят на улицы, либо пишут мне в социальных сетях, что, Андрей Евгеньевич, мы к вам записаны на приём, но не знаем, попадём ли когда-нибудь. И действительно очередь тех, кто записывается в официальном порядке на приём, уже более трёх тысяч человек. И эта очередь ещё движется с Егором Семёновичем Строевым. И часть людей запишутся ещё тогда, а на сегодняшний день приходят на приём. И я понимаю, что такой период времени, он просто несоизмеримо, не соответствует тем задачам, которые стоит у человека. Иногда бывает простая задача, которая не может чиновника переломить, его нежелание работать, либо наоборот, не понимает ситуацию. Поэтому я понимаю, что у меня есть полдня выходного свободных, когда я могу не обращать внимания на текущее совещание и провести открытый приём на площади. Я благодаря им, что люди откликаются, приходят. Проблемы разные. Поэтому мы пригласили всех руководителей департаментов, городскую власть для того, чтобы можно было либо решить проблему, либо дать чёткий понятный ответ, как устный, так и письменный, в рамках техобращений людей. И по-прежнему считаю, что не нужно загораживаться дверями кабинетов. Чем ближе будет диалог власти и общества, тем больше проблем мы сможем решить, и тем понятнее задачи будут для нас, и они будут нужны людям, а не только тем, кто принимает решения. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. 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 Спасибо.